Девушки, милые, приветствую на сегодняшнем семинаре. Подставьте, пожалуйста, плюстики, пошел ли звук, слышно ли меня. Отлично. Романтическое путешествие – это ведь достаточно яркое событие в жизни любого человека. Потому что, ну вот что может быть лучше, когда вы влюблены, что может быть лучше, чем отдать вместе с любимым человеком в каком-нибудь таком романтическом, красивом уголке планеты. На самом деле, вот хочу заметить, что романтику каждый понимает для себя по-своему. Для большинства, вот, наверное, для большинства – это отдых на белоснежном пляже, в тени пальм, под ласковым солнышком, да, наоборот. Для других романтика может быть, это, например, путешествие вот в старинные замки, в такие города, где можно прикоснуться к эпохе рыцарей, королей, вот кого интересует такая средневековая эпоха, погрузиться в какие-то придворные интриги, вот почувствовать такой запах прошлого. У меня есть одна подруга, которая просто обожает средневековые замки. На самом деле ведь существует просто огромнейшее количество мест на нашей планете, в которые можно отправиться со своей второй половинкой. А если, например, вы планируете провести романтические выходные, например, как правило, это у Кен с четверга по воскресенье, очень популярный, да, отдых на 3-4 дня куда-нибудь отправиться, то в этом случае я, конечно же, могу посоветовать рассмотреть Европу, потому что и лететь близко, удобно и недорого. Давайте, друзья, начнем тогда именно с Европы. Какой город самым первым смог, вот всплывает в вашей памяти, когда речь заходит о романтике, да, именно европейский город? Напишите, пожалуйста, в чате. То, что вот первое приходит на У, да, куда можно отправиться с любимым человеком. То, что у всех на слуху, вроде бы популярно, и на самом деле очень такой город частый для посещений. Правильно, Екатерина, совершенно верно. Это, конечно же, Париж. И Марина тоже согласна. Очень многие девчонки мечтают попасть со своей второй половинкой в этот город и почувствовать дух романтики. В этом городе можно вот целыми днями, нежно обнявшись, гулять по его улочкам, по улочкам Латинского квартала. Как раз там, где находится собор Парижской Богоматери. А также, конечно, прокатиться на кораблике, по осенне, или либо устроить романтический такой пикник в одном из парков этого города. Можно, конечно же, съездить в Версаль, это тоже недалеко, да. Конечно же, посетить Лувр, можно отправиться в Диснейленд. То есть, не обязательно дети посещают этот парк развлечений. Ну и, конечно же, увидеть ее, это Эйфелеву башню. То есть, как раз то, зачем едут миллионы влюбленных со всего света. Именно вот почему-то у Эйфелевой башни очень многие девушки мечтают, чтобы любимый сделал ей предложение руки и сердца. У кого есть такая идея, вот побывать в Париже, да, с любимым человеком? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Есть, есть такая идея. Я как раз в прошлом году организовывала такое романтическое путешествие для своей одной клиентки. Это даже было свадебное путешествие. У них был и Париж, так, простите, слайд переключился. У них был и Париж для посещения, и долина Луары. В долине Луары находится множество замков. Так, скачут слайды, прошу прощения. Так, далее, ну вот на слайдах уже показано, это, конечно же, город Венеция. Город Венеция, который, вот мне кажется, я бы его поставила в списке как раз-таки вторым номером. Потому что Венеция достаточно красивая, романтичная, популярная, да, и летит тоже близко, доступно. Венеция состоит из отдельных островков, их там множество. По-моему, вот 100, то есть более 100 точно, если не ошибаюсь, 118 маленьких островов. То есть Венеция находится не на материке. И каждый вот этот островок Венецианской лагуны омывается множеством каналов. Их тоже более 100, где-то вот в районе 150 каналов, через которые переброшены мостики. То есть можете себе представить, да, именно такую просто невероятную красоту. Город там по себе небольшой. Его можно обойти, ну вот за два часа, например, пешком. Я уже была в Венеции, по-моему, два раза точно, если не три. И гуляла по этому городу, конечно, с большим удовольствием. Он невероятно красивый. Вот просто один из шикарнейших городов. И побывать там с любимым человеком будет прям очень и очень приятно. Это как раз-таки я демонстрирую свои личные фотографии из этого города. Подскажите, пожалуйста, презентация хорошо идет, вы все видите, да, друзья? Потому что у меня некоторая задержка отображается. Ну, это ничего страшного, главное, отлично. Отлично, спасибо. Находясь в Венеции, и вот всем влюбленным я, конечно, посоветую прокатиться в Гондоне. Это будет незабываемая такая романтическая поездка по красивому, либо дневному, либо вечернему городу. Именно потому, что вот именно с воды открываются просто вот такие необыкновенные, изумительные, живописные виды на этот чудесный город. Поэтому, девчонки, будете в Венеции, обязательно не поскупитесь, прокатитесь в Гондоне. Поездка стоит в районе 100 евро, но действительно это его стоит. Это просто очень красиво и романтично. Но Венеция, конечно же, далеко не единственный город в Италии, на который стоит обратить внимание. Я бы хотела еще рассказать немножко о Флоренции. Поставьте, пожалуйста, пятерочки в чате, кто бывал во Флоренции уже. Так, 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 то есть пока еще не все были. На самом деле тоже город, который заслуживает посещения с любимым человеком. Потому что Флоренция славится вот своими соборами изумительными. Как раз на слайде сейчас виден купол собора, известного самого главного в городе. Вообще вот район Тосканы, он, конечно, невероятной красоты. С холмами, с оливковыми рощами, да, с очень красивыми. И, конечно же, исторический город, который заслуживает того, чтобы его посетили. Что касается истории, конечно же, нельзя пройти мимо столицы Италии. Это вечный город Рим. Вечный город Рим – это вообще мой самый-самый любимый город. В нем удивительная непередаваемая атмосфера, которую просто вот я даже не могу описать словами, это нужно прочувствовать. Я когда только прилетела в Рим, мне кажется, уже выйдя из аэропорта, я влюбилась в этот город, да, толком его не видя. Потому что настолько вот как-то вот все пропитано чем-то. Возможно, в прошлой жизни я жила в Риме. Не знаю, я там уже тоже раза три была. И с удовольствием туда каждый раз возвращаюсь снова и снова. Несмотря вот на то, что это столица вообще Италии, город большой, но он просто потрясающий, такой красивый старинный город. Недаром его называют «Вечный город Рим». Я вот лично просто от него в восторге. И сколько бы я ни гуляла по историческому центру вот этого города, по его узким улочкам, которые вымощены булышником, мне вот очень нравится бывать там в вечернее время прогуливаться, когда уже вот свет фонарей зажигается. То есть меня вот просто не покидает чувство, что из-за угла сейчас выйдет карета. То есть такая именно атмосфера непередаваемой, настоящей романтики. Когда вот влюбленные приезжают в Рим, ну вот на мой взгляд, потому что я так тоже делала, что они отправляются к фонтану Треви, чтобы обязательно бросить туда монетку на счастье, на то, чтобы вернуться снова в этот город. И ваше желание обязательно сбудется. Ну, если, конечно, не относиться к этому скептически. Так, здесь же находится поблизости и испанская лестница. Который я продемонстрировала на предыдущем слайде. Там как раз была я, кто со мной еще не очень хорошо знаком, не видел меня лично, либо на фотографиях. Здесь как раз я сижу на испанской лестнице. Это место очень популярно в городе. Пожалуй, место встречи не только всех влюбленных. Ну и такое, я бы сказала, кусочное место. Итак, это вот что касается Италии. То есть в этой стране Европейская я бы выделила три города для посещения с любимым человеком. Если немножко подытожить. Это Венеция, это Флоренция и это Рим. Так, друзья, поставьте, пожалуйста, в чате семерочки. Все ли у нас отлично, со звуком хорошо, слайды отображаются. Отлично, потому что я люблю, да, получать обратную связь, чтобы чат у нас особо не спал. Я тогда буду видеть, что все идет хорошо. Итак, я тогда пролистаю немножко Рим и поедем дальше. Как вы думаете, какой город изображен на вот этом слайде? Потому что этот город, мне кажется, ну, пожалуй, наверное, номер два после Парижа. Да, хотя я сначала после Парижа решила рассказать об Италии. Но действительно, Прага также заслуживает отдельного внимания и посещения с любимым мужчиной. Этот город выбирают для себя любители, вот, пожалуй, такой средневековой архитектуры. Вам, друзья, надолго запомнятся вот прогулки по старому городу, по Карлову мосту, конечно же, посещение собора Святого Вита. Что касается Чехии, можно также еще съездить в городок Карловы Вары, который также невероятно красив, искупаться в местных целебных источниках. Этот город изумительный, небольшой, но очень красивый. Вообще, конечно же, доступны посещения еще и замки Чехии. Поэтому, девушки, если будете в Чехии, если у вас позволяет время, вы обязательно посидите не только в Прагу. Так, что касается еще Европы, я бы посоветовала отправиться в Таллин. До Таллина лететь вообще очень близко, и сам по себе город недорогой, как в плане проживания, да, пребывания в этом городе, так и в плане организации поездки. Билеты недорогие и отели недорогие. Это также город, прекраснейший город, именно вот со средневековой архитектурой. Вы видите, немногоэтажные домики, да, такие расписные, яркие, живописные, которые привлекают наше внимание. Он также подходит для прогулок влюбленных пар, особенно вечером. Если вы пойдете куда-нибудь, захотели пойти поужинать, то в городе есть очень много ресторанов, в которых нет электрического освещения. То есть такая возникает, создается приятная атмосфера, потому что там именно вот на столах стоят свечи, и мы не только на столах, то есть вот такие фонари, в общем-то, бакелы висят, и, простите, даже в уборной комнате могут быть свечи, да, нет электрического освещения. То есть такая некая сплошная романтика. Если вы планируете именно где-то выходные провести, то рассмотрите Таллинн, потому что вот летит всего час 45 минут, и всегда можно вот найти очень хорошие цены в районе 5-6 тысяч рублей из Москвы. То есть можно себе позволить и устроить такое романтическое путешествие. Так, это что касается Таллина, тоже немножко продемонстрировал слайды вечернего города. И если вы вдруг соберетесь отпраздновать Новый год, у меня, кстати, подруга была, по-моему, в прошлом году, они ездили со своим мужем именно в Таллинн, и она попала в такую настоящую зимнюю сказку. И вот 31 декабря просто с неба падал пушистый белый снег. Ну, погода, конечно же, непредсказуемая, то есть как повезет, но если вы очень чего-то желаете, всегда можно получить. Поэтому у них был и снег, и непередаваемая атмосфера романтики. То есть эта семейная пара вот получила прям то, зачем ехала. Таллина остались просто в восторге. Далее, далее хочу немножко сказать про острова. То есть если вы рассматриваете такой продолжительный уже отпуск, да, то есть не на несколько дней, а, например, хотя бы минимум 10, то можно уже позволить себе такой долгий перелет и отправиться на острова с любимым человеком. Потому что острова, ну, для большинства, это просто рай для влюбленных. Где вот в окружении красивой природы такой, на берегу океана можно устроить небольшой романтический, такой незабываемый, да, романтический ужин. Ну, а после уже, конечно же, прогуляться и по пляжу под луной. Ну, и, конечно же, наблюдать вот такие фантастические закаты, да, провожать солнце, которое садится прямо в океан. То есть если вы хотите вот такого продолжительного, настоящего релакса, такой романтики, то, конечно же, друзья, советую вам отправиться на острова. То есть какие острова можно порекомендовать. Если вас интересуют такие белоснежные пляжи, чтобы был бирюзовый цвет океана, ну, конечно же, такими пляжами славятся страны Карибского региона. Какие страны, девушки, вы можете назвать, например, с такими красивыми белоснежными пляжами, вот именно в Карибском регионе. На самом деле уже такие они прям популярны, я бы сказала, чуть ли не изъезженными становятся страны, потому что, например, вот на этом слайде как раз я отдыхала в Доминиканской республике и осталась, на самом деле, во вторге. Мне понравилось. На тот момент, когда я ездила, эта страна была еще не очень популярная, и на самом деле такие вот, ну, путешествие не дешево мне обошлось. По тем временам где-то там за 50 тысяч это точно стоило, это было дорого. Сейчас можно улететь дешевле, если начинать отслеживать такие вот спецпредложения. Да, можно улететь за 40 тысяч точно в Доминиканскую республику и прекрасно провести там время. Так, да, вижу много островов, которые, кстати, еще не изъезжены нашими туристами и, соответственно, романтическими парами. Ну, конечно, можно еще отправиться на Гавайи. Например, это штат в США. Соответственно, тоже очень-очень, как бы, на Гавайи, вот на Ямайку тоже многие уже ездят и остаются, конечно же, довольными. Потому что это такие острова любви и солнца, как их называют, где бесконечно голубое солнечное небо, красивейшие пляжи, чудесные закаты, такие зеленые долины, множество красивейших пальм и, естественно, радушное население, потому что они живут в прекраснейшем теплом климате и, естественно, счастливы. То есть именно здесь вот просто рай для влюбленных. И вы всегда почувствуете себя здесь очень тепло принятыми местными жителями. Здесь вы можете целыми днями просто поплавать в океане, посещать лучшие рестораны, слушать романтическую музыку, пить вкуснейшие коктейли и просто отдыхать, наслаждаться обществом друг друга. А если вы хотите вот именно вдвоем провести время, то скучно, конечно же, не будет на островах. Если вы любите таких тусовок, то можете заскучать, может не хватать некого такого драйва. То есть на самом деле вообще вот если вам по душе активный такой отдых, то вы ведь тоже сможете найти, чем себя занять и на островах. Потому что там есть и дайвинг, и серфинг, и парашютный спорт. Можно взять экскурсии и съездить, понаблюдать за китами. Можно поехать в романтический круиз, например, на закате солнца, где вас будет ждать вкуснейший ужин. Соответственно, прекраснейшая такая музыка и танцы на палубе. То есть на самом деле, если вот хорошенько так подумать, то и на островах можно очень прекрасно привести время, не только плавая в океане, да, потому что экскурсии предлагают массу на любой вкус. Так, что касается вот опять-таки вечерних шоу, то есть мне, например, в Доминикане скучно не было, потому что и в отеле устраивают, да, различные какие-то шоу для туристов. Поэтому, в общем, всегда можно найти, чем себя занять. А, кстати, еще интересная идея, можно заказать прогулку на вертолете. Прогулку на вертолете над островом, да, и, собственно, посмотреть с высоты на то, где же вы находитесь. Тоже виды потрясающие. Ну, а для самых активных можно еще и с парашютом прыгнуть, если же у вас есть такое желание. Итак, друзья, это что касается вот именно, например, Карибского, да, бассейна, Карибского региона. Но я знаю, что очень многие влюбленные, особенно свадебные пары, да, вот когда только поженились, отправляются в свадебное путешествие на Мальдивы. Я лично на Мальдивах не была, поэтому от себя мне тут сказать сложно что-то, потому что я для себя рассматриваю эти острова именно вот в качестве свадебного путешествия. Поэтому, когда буду выходить замуж, скорее всего, отправлюсь туда. Потому что, ну, не знаю почему, но именно этот архетиллог вот часто молодожены выбирают для своего свадебного путешествия. В него входит вообще больше тысячи небольших таких островков, и они вот просто уникальны, да, такое, я бы сказала, первозданное, наверное, красоты и чистоты, судя по отзывам, такая нетронутая природа на островах. Опять-таки белоснежные пляжи, конечно же, которые очень многим нравятся, пальмовые рощи. Здесь также можно отправиться в крупное плавание, да, вот вдоль островов, вот вдоль различных атоллов. И, соответственно, вы можете совершить также полет на вертолете, да, чтобы сделать вот, например, такие же красивейшие панорамные снимки. Ну, конечно же, вода здесь кристальна, то есть вы можете поплавать просто от души, заняться снордингом, вот, с маской, пожалуйста, девушка плавает. На самом деле, конечно, острова, да, заслуживают особого тоже внимания, своего внимания. Что касается Юго-Восточной Азии, то есть вот так по карте мира, да, из стороны в сторону движемся, Юго-Восточная Азия тоже, конечно же, популярна на сегодняшний день очень и очень, да, и все больше и больше набирают обороты вот различные страны Юго-Восточной Азии. То есть сначала, вот, насколько я помню, страной номер один для посещения был Таиланд. У меня, кстати, путешествие по Юго-Восточной Азии начинало тоже с Таиланда еще много лет назад. На данный момент Таиланд уже, я бы сказала, наверное, объездили практически весь, но, опять-таки, остались там еще такие нетронутые места, которые сочетают в себе древности, вот, в своей истории. И для романтического путешествия я бы вот посоветовала, конечно, останавливаться в местах, которые еще туристы не изъездили. Когда-то, то есть сначала вот из островов, это был, конечно, Хукет номер один, остров номер один, да, на котором уже, пожалуй, очень многие успели побывать. Далее я бы вот еще обратила ваше внимание на остров Самуи. Самуи, мне кажется, еще не настолько изъезжен, хотя уже тоже там достаточно много наших русских, но можно, вот можно обратить внимание на этот остров, я бы его порекомендовала. У меня там тоже и друзья живут, которые просто там счастливы, в восторге от него проводят там чуть ли не каждую зиму. То есть это просто рай такой тропический. Его, кстати, называют еще Кокосовым островом, так как здесь размещены такие вот наибольшие плантации кокосов вообще во всем мире. На этом острове белоснежные пляжи, опять-таки, где, кстати, не везде, могут быть такие вот именно из белого песка пляжи, и такая буйная тропическая, прям, шикарная растительность. То есть это отличное место для любви и отдыха. Самуи еще называют островом тишины и спокойного отдыха. То есть это не такой тусовочный остров, как, например, Хукет, о котором я сказала вот вначале. Поэтому остров саму рекомендую для посещения обязательно. Что касается, вот если мы будем немножко дальше к экватору, и даже перелетим экватор, то здесь находится Индонезия. И я бы посоветовала остров Бали. Он, на самом деле, тоже уже популярный. Я также была на этом острове. Но, вот, в принципе, что могу вам сказать, да, что вот хочется заметить. То есть почему-то многие, вот, кто до конца информацию не проштудирует при подготовке к путешествию, да, приезжают на этот остров и разочаровываются. Потому что они, вот, они считают, что на всех островах должны быть чудесные, шикарные, белоснежные пляжи. Вот сразу замечу, что на острове Бали таких пляжей нет. Вы их не найдете. То есть этот остров цепляет другим. Он очень богат, вообще прекраснейшей тропической растительностью, но не пляжем. Здесь чудесная атмосфера, прекрасное, радушное местное население. Очень хорошая флора, фауна, да, можно так сказать. Но не пляжи. Пляжи из желтого песка. И что касается купания, например, то здесь нужно соблюдать осторожность. Потому что часто бывают именно такие отбойные течения. Вот если кто уже бывал на моем блоге, то можете у меня тоже найти статью про отбойные течения и почитать. То есть их нужно уметь идентифицировать, да, и в это время не ходить купаться. То есть остров, да, такой, ну, создает двоякое впечатление. Он безумно красивый. Он также для романтиков, да, но нужно перед тем, как к ним сюда поехать, конечно, много информации прочитать и подготовиться. То есть остров может подойти не всем, но в то же время я его считаю романтическим. Так, что вот хочу еще заметить. Да, здесь много живописных таких водопадов, тропических садов и, конечно же, восхитительных, красивейших закатов. Потому что Бали славится именно своими закатами. Если вы хотите отправиться, ну, это так уже просто к слову, если говорить об этом острове, например, в компании, ну, ну, к примеру, там, две, двумя, тремя парами. Да, если вы уже семейные пари, хотите как-то вот хорошо отдохнуть, если вы давно дружите, то необязательно останавливаться в отеле. То есть можно снять роскошную виллу. Стоимость аренды виллы на Бали недорогая. И когда вы складываетесь, то цена получается просто, конечно, отличная. Так, и, так-то-так, пролистая немножко еще презентацию. Кстати, вот эта фотография тоже сделала, вот, когда последний раз отдыхала на этом острове, была свадебная пара. Мы попали в сезон дождей. То есть, опять-таки, да, к тому, что нужно еще подумать, в какое время года лучше отправиться в путешествие, такое романтическое, чтобы не мог быть постоянно под дождями. И вот эта пара, мне было очень интересно наблюдать. Они вышли на фотосессию, и вот не за каждые 15 минут шел дождь. То есть они 2 минуты фотографировались, потом сидели в вагончике, пережидали дождь, потом опять выходили на фотосессию. Но на самом деле, главное, ведь внутреннее состояние, ваш настрой, да, что чувствуете, не готовы ли вы к таким, собственно, погодным условиям, да, к каким-то переменам. Поэтому, конечно, пара оригинальная, симпатичная, мне не очень понравилась. Что касается заказов, тоже немножечко покажу вам заказы этого острова. Тоже можете на форумах почитать у различных людей, которые ведут блоги о путешествиях и публикуют свои фотографии. Потому что заказы невероятных, невероятного цвета, различных оттенков, красивейшие. Поэтому, друзья, будете в Индонезии, конечно же, подготовьтесь к этому путешествию, и тогда оно будет приятным, полезным, интересным, действительно романтическим и чудесным для вас. Что касается еще вот Юго-Восточной Азии, конечно же, можно еще сказать о Филиппинах. Я, к сожалению, вот пока до Филиппин не добралась, но те друзья, которые у меня там были, как бы очень хорошо отзывались об этом острове, об этих островах этой страны. Потому что здесь чудеснейшие белоснежные пляжи, особенно на острове Боракай. Он такой самый известный, самый популярный из филиппинских островов. И его тоже можно обязательно посетить. Так, так и так, что хочу еще сказать, если вот не по пляжам пройдемся, да, не по белоснежным, потому что на самом деле, ну, для большинства важны именно такие красивые пляжи. Но если вам не так важен цвет песка, то можно отправиться в романтическое путешествие. Например, вот, рассмотрим опять-таки, если вернуться к Европе, то это остров Санторини. Если кто-то знает, где находится Санторини, поставьте, пожалуйста, в чате восьмерочки. Если знаете, в какой стране он относится, то можете ее написать. Потому что Санторини действительно тоже популярный, красивый. Это остров вообще вулканического происхождения и находится в Эгейском море. Совершенно верно, в Греции. Вообще появление этого острова окутано множеством мифов, таких тайн, легенд. Например, Платон относит этот остров вообще к такой древней цивилизации, которая исчезла по причине вот именно такого природного катаклизма. То есть остров древнейший, да. И вот этот нынешний такой остров Санторини, и это считается обломки вот некого взорвавшегося вулкана. И этот остров покрыт вот такой застывшей лавой, да, вот так кажется. На самом деле такая необычная судьба у острова. Она его сделала одним из самых таких прекрасных и загадочных островов Эгейского моря. Вот, к примеру, даже Жаклев Кусто выдвигал идею, что это ушедшие обломки Атлантиды под воду. Ну, на самом деле, конечно, у каждого своя история. Вот, но остров действительно окутан множеством легенд. Если вы там будете, вы это прочувствуете. Что касается вот цвета песка, да, если к этому вернуться, то цвет песка, вот мы видим, тоже на слайдах, черный, то есть черный, черного цвета, такого темного цвета, именно из-за вулканического своего происхождения, такого темного цвета. Но вода в море необычайно прозрачная. И вообще, вот тоже, да, демонстрируя слайды, мы видим, что дома из белого цвета. То есть, в принципе, здесь вот фигурируют два цвета. Это голубой, цвет неба, цвет воды и белый цвет домов. И это вот влечет на остров всех романтиков до всего мира. Здесь тоже можно, конечно же, прекрасно отдохнуть с любимым человеком. И стоимость проживания на острове, вот на размещениях в гостиницах, либо, например, можно арендовать апартаменты, тоже вполне доступная. Что касается вот греческих еще островов, то я бы порекомендовала рассмотреть остров Никонас и остров Ко. Здесь уже нет таких пляжей именно с светом темным, они не вулканические. Здесь уже пляжи с хорошим желтеньким, местами даже белоснежным песочком. Совершенно верно, что с любимым человеком в любой стране, в любом городе будет хорошо, потому что, как говорится, важна компания, правильно? Но опять-таки для идей каких-то, потому что уже, например, и туда съездили, и там и побывали, и по Париже погуляли, на самом деле думаешь, ну а куда же отправиться еще, да? Можно открыть карту мира, выбрать любую точку, неважно какая, отправиться туда с любимым, и вы, конечно, будете там счастливы. Действительно. И Греция вообще удивительная, просто красивейшая страна. Мне она очень-очень нравится, поэтому советую ее смело. Также, кстати, мне очень нравится Хорватия. Я тоже в Хорватии была уже несколько раз, и могу вам порекомендовать городок Ровень, который расположен вот на полуострове Истрия. Он омывается Адриатическим морем, и вот, конечно, места просто красивейшие. Вообще Истрия тоже удивительный такой уголок, который спокоен веков славится своим теплым мягким климатом. Я знаю, что вот там австрийская знать отдыхала, да, вообще это была раньше частью Австрии, Австро-Венгерской республики. И если уже там отдыхали знатные особы, то, соответственно, стоит на это обратить внимание, да, почему же они выбирали именно полуостров Истрию. Так что вот хочу сказать, то есть мы уже видим тоже по слайдам, и хочу заметить, что, ну вот, я не знаю даже, какое описание подобрать, вот я бы подобрала сказочный. Вот у меня такое описание вызвал город Сталин, вот действительно такая сказка, да, некая романтическая такая атмосфера, чудеснейшее место. Именно городок Ромень вызывает во мне вот такие же эмоции, потому что здесь сказочная вот архитектура, в ней оставили свой свет вот просто различные эпохи и стили, да, потому что и итальянцы, собственно, хорошо здесь потрудились, климат мягкий, как я уже говорила, средиземноморский, поэтому здесь хорошо отдыхать и не только в летнее время года. Это вообще такой самый романтичный город, пожалуй, всей Хорватии. И его называют вообще Северной Жемчужиной Хорватии. Поэтому, кстати, вот кто не хочет очень далеко лететь, то многие даже туристические агентства предлагают рассмотреть Ромень как вариант для свадебного, даже свадебного путешествия. Если вы выбираете Хорватию, то стоит обратить на него внимание. Уютные дворики, такие вот тоже узкие улочки здесь придают этому городу некое такое средневековое, я бы сказала, средневековое очарование. А вот что касается пляжей, например, да, если для вас важно поплавать обязательно, то пляжи здесь не супер, как, в принципе, и по всей Хорватии. То есть есть и каменистые, галечные пляжи, пляжи-платформы. Ну, в принципе, они в основном, конечно, нацепные, то есть такие мелкогалечные, именно вот в этом районе. Есть, кстати, несколько нудейских пляжей, но это уже на любителя. Вообще пляжев достаточное количество, вы всегда сможете подобрать тот, на котором вам будет комфортно. Что вот еще такой главный совет, то есть выбирая, вот отправляясь в путешествие, именно в романтическое путешествие на острова, то я советую всегда выбирать номер с балконом или с террасой, то есть чтобы был вид на океан, потому что это того стоит. Пусть там, пожалуй, всегда существует доплата за размещение в номере с видом на море, но не жалейте, потому что виды открываются, конечно же, чудесные, и это вот просто придает все больше такой приятной атмосфере и романтике вашему отдыху. Так, друзья, это что касается вот тоже такого пляжного, например, отдыха, и вот я бы еще хотела тоже немножечко показать вам некоторые такие удивительные места на нашей планете, которые созданы где-то руками человека, то есть уже кто-то постарался, например, бывает так, что листа вырубают в форме сердца, ну и, конечно же, существуют такие места, которые созданы именно природой, то есть природные, не рукотворные. На самом деле это просто чудеса, да, чудеса природы. И таких мест существует, не скажу, что очень много, да, но все-таки они есть, которые в форме сердца. В форме сердца. Поставьте, пожалуйста, десяточки в чате, кто встречал, кто бывал, например, на таких местах. Я вот скажу пока, что ни одно место воочию я не видела, потому что нужно, конечно, знать, где они находятся, и опять-таки смотреть обязательно с вертолета, да, чтобы увидеть форму вот этого чудесного сердца. Но я вам сейчас расскажу, то есть в каких местах они находятся, и если кому-то очень интересно, то почему бы не позволить себе такое путешествие, почему бы не посмотреть на такие чудесные места вот своими собственными глазами. Ну, смотрите, вот это вот первое такое место, которое сейчас видно на слайде, это озеро. Вот в форме сердца. Находится это озеро в Новой Калейдунии. Это страна в Тихом океане. То есть мы видим, что на самом деле по периметру, по кому-то своему, да, озеро окружено такими деревьями зелененькими. То есть вот в середине уже в самом озеро, пусть не кристально, не голубого цвета воды, но все-таки это именно водный такой, это водоем. Так, повторю еще раз, что находится оно в Новой Калейдунии, в Тихом океане. Далее еще, вот, пожалуй, наверное, куда будет гораздо удобнее добраться, это Австралия. Конечно, не ближний свет, но долететь можно. Здесь находится риф в форме сердца. Он формировался естественным путем из кораллов. Такой коралловый риф в форме сердечка. Это находится в Австралии. Далее, далее еще, например, в Эквадоре есть тоже вот такое озеро, и здесь островок в форме сердца. Я не знаю на самом деле, или это он естественным путем формировался, или же ему помогли принять форму сердечка. Но, тем не менее, островок действительно достаточно такой выпуклый, красивой, правильной формы. И на этом острове обитает несколько видов птиц. Такой же похожий остров еще есть в Бразилии. В Бразилии, но не в такой красивой воде. Так, и немножко, да, вот не очень ровная форма, как мне кажется, но все-таки тоже форма сердечка. Река называется Ваза-Бар-Рис. Ваза-Бар-Рис находится в Бразилии, поэтому, кто будет уже на этой стороне света, то можно, конечно же, узнать поподробнее и добраться до вот этого места. Далее, друзья, вот если вернуться немножко еще к Хорватии, о которой я тоже вам говорила, то здесь есть тоже остров в форме сердца. Это вообще частная собственность. Этот остров называется Галешняк. Тоже можно, например, погуглить, посмотреть. Если интересно, можно связаться, возможно, с владельцем этого острова, да, и каким-то образом напроситься на то, чтобы его посетить. Если, конечно, позволят. Потому что это именно вот из таких сердечных островов самые близкие к нам до Хорватии. Уж добраться точно можно. Далее, друзья, что касается Австралии, то здесь еще находится остров Фрейзер и на этом острове находится озеро Маккензи. Озеро Маккензи на острове Фрейзер в Австралии. Это считается тоже такой один из... Так, сейчас покажу слайд. Вот этот слайд. Один из красивейших пресноводных водоемов всего континента. То есть здесь вот мы видим тоже по периметру белоснежные пляжи, но купаться в этом озере нельзя, потому что здесь такая вот прям повышенная кислотность, и на самом деле здесь не живут организмы, то есть вообще никакие. Нет живых организмов в воде, поэтому купаться нельзя, но полюбоваться можно, да. И отметиться, что вот вроде бы я была на этом острове. А вот это вот на предыдущем слайде, это озеро тоже в форме сердца, находится в амазонских джунглях. Уж не знаю, кто доберется до джунглей Амазонки, но если такие заядлые путешественники сегодня присутствуют, то можно, конечно же, посмотреть, увидеть воочию и это озеро. Поэтому, получается, у нас вот я, в принципе, нашла раз, два, да, три, четыре, пять, шесть, семь, семь удивительных уголков планеты в форме сердечек, которые также можно рассматривать для посещения, то есть не обязательно там провести целую неделю, понятное дело, можно приехать в эту страну, и в том числе найти вот это место, будь то в Австралии, будь то в Хорватии, в Эквадоре, в Бразилии и так далее, и посмотреть своими глазами на эти живописнейшие места. Так, друзья, это что касается нас сердечек. У нас остается совсем еще тоже немножечко времени, и я хочу сказать немножко вот об острове Солончак-Уюни. Поставьте, пожалуйста, друзья, в чате плюсики, кто слышал уже об этом озере. Так, не все, да, не все знают об этом озере. На самом деле тоже озеро мы видим очень необычное, скажем так, а это просто одно из красивейших озер Боливии. Это озеро, даже я бы, прям, даже сложно назвать его озером, потому что мы видим на слайде человека, который просто стоит, да, стоит на поверхностной глади. А это озеро вообще известно на весь мир тем, что это огромнейшее твердое озеро, поверхность которого зеркальная и практически абсолютно ровная. То есть здесь нет никаких волн, ничего. Почему? Потому что это соляное озеро, оно поэтому и названо Солончак, Солончак-Уюни, то есть оно полностью из соли. И вот эти, вот соль проникает в углу озера примерно на 8 метров. Озеро, повторю еще раз, располагается в Боливии, и когда в этой стране сезон дождей, когда выпадает очень много вот дождей, то оно просто наполняется таким количеством воды и таким образом формирует такое самое большое зеркало в мире. Поэтому вот мы и видим, да, такую зеркальную поверхность. Соли действительно очень много, не килограммы, мне кажется, тонны, потому что вот такие просто насыпи соляные. Сейчас тоже видны хорошо на слайде. Но на самом деле это вот такой потрясающий, живописный пейзаж, такой захватывающий, который, мне кажется, больше нигде в мире вы и не встретите. Поэтому если вы готовы к дальним расстояниям, к таким непередаваемым ощущениям, незабываемым эмоциям, я бы посоветовала встретить в Боливию. Почему бы и не? Мы видим, что люди путешествуют, да, прекрасно себя чувствуют, фотографируются. Можете в интернете поискать там, что только не вытворяют. Масса всевозможных интересных кадров. В принципе, конечно, идей, да, мне хочется повториться, что идей для романтического путешествия на самом деле может быть масса. И каждый для себя придумывает что-то свое, что-то особенное, оригинальное. Кстати, это могут быть и, например, можно выбрать тематические отели. О чем я сегодня не поговорила, это просто, наверное, тема отдельного семинара. То есть существуют отели, мы знаем, на деревьях, отели-пещеры, отели-замки, отели вот в виде таких даже шаров, таких больших шаров. Мне чем-то напоминают они даже зорк. Вот когда в зорке катаются с горы, такой белый, да, прозрачный шар, то вот я знаю, где-то во Франции, не помню сейчас точное название местечка, можно расположиться в таком похожем каком-то шаре, но очень большом. Вот опомещается кровать, находятся они вот на территории леса, то есть вы живете вот в каком-то таком лесу, да, на открытой полянке, то есть очень, в общем, такая оригинальная идея. По-моему, года два назад там расположили несколько таких шаров на вот этой территории. Вот также существуют отели, которые расположены, которые вот в форме различных каких-то объектов, то есть в виде такие домики, в виде кошечек, там собачек бывает, и чего только не бывает. На самом деле очень вот просто много-много всего, и идеи, это вот, могут быть неиссякаемые. Так что, как говорится, на вкус и цвет. Так, друзья, еще раз поблагодарю, что вы сегодняшний вечер провели с нами. Желаю вам всего доброго, самого приятного, энергии, неиссякаемого источника вот этих идей, ваших совместных путешествий за второй половинкой. Желаю вам счастья, позитива, море улыбок. Будьте счастливы! Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!